Итак, мы находимся в городе Гал, в центре Гальского района. Это историческая часть Абхазии и село Шашекуара. И мы беседуем с удивительно приятной, прекрасной женщиной по фамилии Колбайя. Как вас зовут? Мимоза. Мимоза. Женщину спрашивать о годах нельзя, но поскольку я сам историк, вам 76 лет. Вы родились в 45-м, здесь, в городе Гал, Гали. Станова улица номер 5. Хорошо. Отца как звали? Коксан. Как? Коксан Колбайя. Коксан. Его отца помните, как звали? Как? Пабуш. Пабуш. А его отца? А, это не знаю. Сто процентов не помните? Нет. Чама. Чама? Откуда ты знаешь? Чума. Это Гига Дарсания. Нет. Скажите мне, пожалуйста, вы пессимист или оптимист? А? Вы пессимист или оптимист? Это не политика вообще. Нет, нет, это не политика. То есть, я имею в виду, у вас дух, душа. Вот, видя трудности. Мы были братья, сестри, абхазские, грузины, русские. Все вместе не были? Были? Были. Сейчас еще так. Колбаевцы, вы кого-нибудь знаете из абхазов? Нет. Не знаете. Здесь, в Гальском районе, сколько колбаевцев? Колбаевцев много. А Чубурхинджи еще много. Я и Чубурхинджи. У Бурхинджи еще много. Сколько там может быть их? Много там. Что вам старшие говорили о том, кем были наши предки? Вообще, вот у каждой фамилии, согласитесь, есть своя психология, свое поведение, свой характер. У Дарсаневцев один характер, у колбаевцев другой характер, у Яхвая третий характер. А, я тебя знаю. Да. Да. Вот, скажите мне, пожалуйста, колбаевцы какой характер имеют? Какие они люди? Люди всем фамилиям есть, хорошие, немножко... А, у колбаевцев тоже так же? Нет, всем есть это так. Не-не, вот если вот в большинстве взять, в подавляющем большинстве, как... Я бабушку, дедушку, Чубурхинджи, я совсем... Я здесь родился, я 76-й. Мой отец в войне был, и у него один... Отечественная война? Да. 41-45-го года? Когда пришла, потом родился, я у него один не было. В Киеве он там год был, потом пришел, и родился я. Сколько он прожил? 78-й год. Нет, 68-й. 68-й. Вот давно его нет. У него один ноги бил, у него кровь, сколько... Но он пережил войну. А? Пережил войну. Да. Он вам рассказывал о своих подвигах? Что он говорил? Что говорил? До куда он дошел? Он в Украине, Киеве. Его ранили и... Да, да. После этого... Один ног не было у него. ...возвратили на родину, да? Да, обязательно. Вы замужем за Эхвая? Да, Эхвая Гиви Ачевич. У вас, у Мегрелов, можно жене говорить имя мужа? Конечно. Можно. У нас такое обычное, как в Абхазии. Нет. А что, вы знаете, какие обычаи у Абхазов? Нет. Я знаю, у меня невестка была из Ткварчени Абхазии. Невестка была? У него братья были хорошие. А почему была? Невестка братья... Аршба? Да. Она в магазине работала, там Ткварчени. Понятно. Вот представьте себе, что на вас вот сейчас смотрит весь мир. Представили? У меня? Не, 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 представьте, представьте. Да. Вот, ну, сейчас я не говорю, что мой канал в Ютубе и в Дзене такой крутой. Не, 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 вы прекрасно одеты. Нет, не, 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 не. Скажите, пожалуйста, вы наша мать, и мы вас любим, уважаем. Вот, если представить, что весь мир смотрит на вас, что бы этому миру вы могли бы сказать, что бы вы хотели сказать? Что всем мир. Аж где, это, городе было, не война, было, вот. Вас это беспокоит? Конечно, пускай мы всегда будем рядом, друг с другом, и будет мир. Дай бог, дай бог. Это самые главные слова. Это мир. Денька сейчас придет, а супруг, вот такой вот мужик. Приветствую. Приветствую. Вау. Гочар, мы у нас? А теперь, а теперь, смотрите, теперь вы можете к этому миру обратиться, подожди, вы можете к этому миру, вы слышите меня? Вы можете к этому миру обратиться на своем родном языке. Пусть этот мир не поймет, но тем не менее, есть те люди, которые поймут, это во-первых. Во-вторых, а все остальные, им будет интересно услышать, да, по-мегрельски, им будет интересно услышать мегрельскую речь. Я желаю всем хорошего. Мегрельски. Мегрельски. Вы мегрельский язык хорошо знаете? Если бы вы себе поставили бы оценку, вот швидоба, это вы использовали грузинское слово, это не мегреское. А мегреское еще так и говорим. В общем, я так понял, что вместо тех слов, которые не существуют в мегреском языке, я понимаю, что ваш язык не развивается, к сожалению, должны были быть языковеды, которые развивали бы язык. Но тем не менее, все-таки вы сказали примерно 20 слов, из 20 слов только одно слово грузинское вы сказали. Значит, нормально, вы хорошо знаете язык, вот я, как человек, который особо не понимает этот язык, но тем не менее, ставлю вам пятерку. Всех вам благ, здоровья, долголетия, удачи и везения.